Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на моем канале. Постараюсь сейчас коротенько снять видео, потому что у меня уже не одно сообщение приходит и спрашивает о моем эксперименте по лечузе с аллоказиями и скалотеями. Так, вот эти две сейчас отставим, коротенько покажу эту аллоказию, шкура дракона. В общем, первый лист, с которым я ее сажала, он отсох и выдал мне вот этот лист, пока один. Тут у меня свет еще, вот он, один лист. Дальше, что мне здесь понравилось? Он очень долго наращивал корневую. Вот она она. Сейчас попробую, наверное, отставлю горшок и подводить их к свету сюда, чтобы было видно. Вот это все, это новая корневая в лечузе. То есть, когда я посадила ее в лечузу, эту аллоказию, шкура дракона, она долго сидела, она не выпускала новые листы, она наращивала корни. Вот их здесь видно, это все новые корни с этой стороны. Вот, их не было. Потом она отсушила свой лист, дала мне вот такой вот листик, новый. Но, эту аллоказию я во флорариум не ставила. Я хочу ее переставить во флорариум, сделать ей больше влаги. То же самое касается вот этой колотеи. Сейчас на свет ее. Вот, колотейка, которая тоже долго сидела. Вот это два листа новых она мне дала. Те листья, которые у нее были, она отсушила. Значит, там было два листа в прошлый раз, когда я ее пересаживала в лечузу. И третий лист, вот он был. Вот этот третий лист, который был завернут еще тогда в трубочку. Трубочка плохо развернулась, потому что при пересадке он начал засушивать ее. Вот, тут видно даже. Я ее не трогала. Вот такой корявый третий лист вышел. И потом вот два листа новых. Вот таких вот вышли. Маленьких. Тоже я смотрю, что буду садить во флорариум, потому что... Сейчас под цвет вот так вот. Суховато. Воздух суховат для них. Вот видно даже по листику. Сейчас покажу, что здесь с корневой. Меня тоже это порадовало, потому что... Вот он корень. Видите? Он уже даже вылез. Тут тоже хорошо нарастилась корневая. Он долго сидел у меня с тремя листами. Начал их отсушивать. Первые два. Вот этот третий остался. И наращивал. Я так предполагаю, что он наращивал корневую в лечузе. Видимо, привыкал к лечузе. И потом начал выдавать не листики. Вот. Два листа есть. Но они у меня росли просто на подоконнике. Ну, вот здесь вот на полке они у меня в углу стояли. Ну, воздух суховат, мне кажется. Я их переставлю. Вот эти вот две. Аллаказию, Калатею. Во флорариум. И буду дальше наблюдать и смотреть. Будут ли они быстрее наращивать листья. Какие они будут. Ну, как-то так. Как по мне, привыкание долгое. Включусь. Дальше. Теперь мой эксперимент наглядный. Который будет видно. Вот они, две Калатеи. Они были одинаковые. У них было просто по два листа. У обоих. Одну Калатею я оставила в грунте. Во флорариуме. Вторую Калатею. Сейчас на свет, наверное, лучше. Вот так. Вот. Вот так поставлю. Чтоб было видно. Вот. Я пересадила в личузу. То же самое. Трубочку она давала. Третью. Вот она она. И кончик подсушила. Вот эти все листы. Она мне дала в личузе. И вот новая получается. Вот она идет. Этот, конечно, красивый уже идет. Видите, листочки все ровненькие. Красивые. Без пятен. А эти почему-то вот новые два. Она мне, видите, с какими пятнами дала. Я не знаю почему. Ест ее кто-то или нет. Она стоит во флорариуме. И я проверила на свету. То есть листы чистые. С этих сторон. Тут никого нет. Не знаю почему именно два новых листа у нее получились вот такие. Правда. Я думала, что клещ. Ну, я его тут не вижу, клеща. Но вот они новые. Свежие, мягкие листы. Они все чистые. На этой трубке. А эта колотая вот. Вот она. Засушила эти два листика, которые у нее были. Дала новую веточку. У которой вот одна трубочка вот такая вот засушливая. И вот дала наконец-то листик. Ну, результат просто. Если вот сравнивать по зелени. Ну, соответственно, в личузе. Видите, она быстрее, получается, растет. Быстрее наращивает листья. Эта колотея. Но она тоже стрессовала. И эта колотея у меня. Ну, видите, какая страшная. А вот эту, когда пересаживала, то же самое. У нее был третий лист в трубочке. И он, вот он, засушил кончик. Так, это еще не все. Сейчас я покажу вам одну колотею. И одну аллоказию. Которую я пересадила 4 дня назад. Это большие кусты. В личузу на фитильный полив. И сразу поставила во флорариум. Сейчас вам их покажу. Итак, вернулись в мой флорариум. Значит, посадила три аллоказии на фитильный полив. Наблюдаю. Red Secret. Детка Red Secret. Детка Бомбини. Ой, а этот я забыла, как называется. Он большой-большой, такой вырастает. Классный. Классная аллоказия. Забыла название. Потом выпустят лист, покажу. Дальше. Пересадила маточный свой куст аллоказии. Вот один лист. У нее очень долго был. Но я срезала эту верхушку. Укореняла долго. Пересаживала в грунт. И в грунте он мне вот этот лист один дал. И все. И сидел очень долго. Очень долго. И буквально 3 или 4 дня назад я пересадила. Садила ее в лечузу на фитильный полив. Теперь смотрите. Она мне дала корни. Вот корешок. Сейчас мы обойдем. Сзади покажу вам. Вон. Видите, еще попросыпались корни. Но в общей сложности... Вот сбоку тоже не видно. Вот сбоку видно белые корешки. Раз, два, три, четыре. Сбоку. Потом с этого боку один пятый. То есть она начала сразу наращивать корни. За 4 дня это вот они проснулись. Проклюнулись у меня. Вот так вот. То есть ей нравится в лечузе. Я смотрю. Потому что корневая. Ну вот и с этой стороны вон корни просыпаются. Пошли. Дальше. Помимо этого. Я посадила. Видите эти большие листы. Покупала колотею арбифолия. Которая... Ну... Она у меня, конечно, бедолага и перемерзла. Там много чего с ней случилось. Стояли эти листы 4 дня назад зеленого цвета. Я их пересадила в лечузу. Когда я отмывала от грунта, там было много зачатков листов. Сейчас попробую. Будет... Ну вот видно. Видите? Идет листики. Там 3, получается, уже вылезли. Там их больше, по-моему. Я тогда расстроилась. Потому что подумала, блин. Ну опять я ее, получается, тревожу. А она начала листики выпускать. Вот эти 2 листа, соответственно... Видите, какие желтые. Вот я сейчас приехала за 3 дня. Они пожелтели. Она будет избрасывать. Но... Вот эти листочки новые, зачаточки, которые были. Они пошли в рост хорошо. И за 3 дня вот уже как хорошо вылезли они. Вот 3 штуки. Было видно 1 всего, когда я садила в лечузу. А сейчас их уже 3. Сейчас попробую на телефоне увеличить. Вот. Видите? Вот они они. Я буду за ними наблюдать и смотреть, будет ли она отсушивать кончики. Потому что колотеи при стрессе, даже если они трубочку выпустили уже, они могут подсушить кончики. Могут половину трубочки засушить. И будет некрасивый вот сухой лист. Не знаю, как будет. Но пока вот 3 трубочки есть. Они зелененькие. Как только она их распустит, я покажу, как она перенесла у меня именно пересадку в лечузу. Но 2 листа, которые были зеленые, пусть они были по углам коричневые, я их обрезала потихоньку, но они были зеленые. И за 3 дня от стресса она их сейчас начнет скидывать. Вот. Вот так вот. Но, опять же, повторюсь, вон зеленые трубочки. В общем, будем смотреть и расскажу, как, что получилось. Ну, Алаказе больше понравилось. Алаказе, я смотрю, что не стрессует. А вот колотеи при пересадке стрессуют. Поэтому, ну, будем ждать. Будем смотреть, как оно, что будет. В общем, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.